На звездочке жители одного из дворов почти месяц вынуждены обходиться без воды. Сначала отнеслись к этому с пониманием, горячую отключили на период профилактики. Но вскоре между домами номер один по улице Октябрьская и 21-м домом по Симоненково начались серьезные раскопки. Последние две недели из водопроводных кранов вытекает мутная суспензия. Она бывает стечет, вот такая тоненькая стройка чистая, обрадовалась. Пытаюсь набраться, набираю по бутылке и сразу хопа, вот такая струя ржавчины. Унитазы все засорились, бачок можно выкинуть вообще, потому что вот такой вот слой ржавчины. Ванну я замучила до дыр, потому что я не могу ее отмыть. У меня все края, вот это все, что заделано герметиком, все покрыто ржавчиной вот такого вот цвета. Как нам жить? То есть если нет горячей воды, мы не можем помыться, да? Мало того, что мы не можем помыться, мы не можем постирать грязные вещи, потому что ну как мы ее постираем, любую одежду в этой воде? Хотелось бы, чтобы этот вопрос у нас, самый главный проблем на звездочке, все-таки решился. И как можно быстрее? Идет замена новыми трубами. Но это не спасает жителей от этой ситуации, потому что они уже несколько недель находятся без горячей воды. Они иногда и даже без холодной. Ремонт, как выяснил Кирилл Апостолов, выполняет муниципальное предприятие «Сергио-Посадские тепловые сети». Но жители домов говорят, раскопали и ничего не делают. Нет никого, ни вчера, ни позавчера. Если мы живем без воды, люди, имейте совесть, работайте. Сидят трое работников с пивом весь день. Как объяснили специалисты, сложности с ремонтом водопровода на «Звездочке» возникли из-за большой изношенности трассы. Длительное время она была обесхозной, к сожалению. Трасса изношена на все 100%. То есть после ремонта прорыва в одном месте трубы, моментально возникает прорыв в другом месте. То есть речь нужно вести о каком-то более-менее большом ремонте этой трассы, замене больших участков трубы. К сожалению, опять же, по тем причинам, которые я только что указал, этот ремонт затягивается. Точную дату я в данный момент назвать, к сожалению, не могу. Но администрация и ресурсоснабжающая организация прикладывают все усилия, чтобы сделать это в кратчайшие сроки, чтобы население не страдало. Относительно ненадлежащего качества услуг, которые получает население, в данном случае я рекомендую обращаться с заявлением в управляющей компании за перерасчетом в связи с ненадлежащим качеством оказываемого услуга. В четверг вечером на «Звездочке» в домах, охваченных ремонтом, горячую воду вдруг дали. Но часть жильцов не решилась насладиться такой услугой, другие просто не успели. К утру пятницы опять только холодная ржавая. Ирина Максимова, Сергей Смирнов, программа «События». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok